На этой неделе специалисты будут проводить ремонтные работы с кратковременными отключениями холодной воды в Самаре. Так, 5 марта планируют заменить пожарный гидрант на улице Сокской. Для этого с 9 утра до 16.00 холодную воду отключат в частном секторе. Улица Сокская, дома с 90 по 141. Сегодня, 4 марта, в первой половине дня местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщили в Приволжском УГМС. В регионе из-за туманных явлений объявили желтый уровень опасности. Днем в Самаре малооблачная погода без осадков. Температура воздуха от минус 2 до минус 4. Ночью также без снега и туч, но уже гораздо холоднее. Столбики термометров опустятся до отметки в минус 17 градусов. Жительницы Самары накануне 8 марта в ходе опроса поделились своими мечтами о самых желанных подарках на праздник. В топ-3 попали традиционные презенты – цветы, путешествия и деньги. Подарочную статистику представили аналитики сервиса по поиску работы. Цветы остаются главным подарком в Международный женский день. Получить красивый букет на 8 марта мечтают три из десяти опрошенных самарчанок. Многие конфетным букетным презентам предпочитают туристические путевки и поездки. Такие желания занимают вторую строчку топа и принадлежат 12% респондентов. Сегодня, 4 марта, в Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка на перегоне «Звезда Чапаевск». Как сообщили очевидцы, был слышен хлопок. Движение поездов по мосту приостановлено, на месте работают спецслужбы. В связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне «Звезда Чапаевск». Как уточнили в пресс-службе Кубишевской железной дороги, в настоящее время движение поездов на данном отрезке приостановлено. В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов. Часть пригородных поездов выводятся из расписания. На Всемирном фестивале молодежи состоялось открытие университетской библиотеки «Сириус». В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона передал в хранилище библиотеки книгу об истории губернии. Первый этап создания библиотеки университета «Сириус» включает открытие хранилища объемом 25 тысяч книг. В будущем здесь будет представлено около 100 тысяч изданий. В формировании книжного фонда участвуют в том числе и гости Всемирного фестиваля молодежи со всего мира. Новая библиотека станет площадкой для проведения образовательных и просветительских мероприятий, точкой притяжения студентов, ученых, жителей со всей России и из зарубежных стран.